Дмитрий Большаков Расходы бюджета спланированы в объеме 3 млрд. 213 млн. рублей, расходы в объеме 3 млрд. 272 млн. рублей. За первое полугодие исполнение бюджета по доходам составило 1 млрд. 576 млн. рублей, или это 49,1%. По расходам сумма составила 1 млрд. 371 млн. рублей, или 41,9%. Что касается доходных источников, традиционно основным доходным источником у нас остается НДФЛ. Его сумма составила 360 млн. рублей. НДФЛ у нас рассматривается с ростом 84% в прошлом году, либо 24,3 млн. рублей. Также традиционными налоговыми доходными источниками остаются у нас упрощенность системного положения, един налог на минемный доход. Что касается неналоговых доходов, здесь также из года в год традиционно у нас основная доля составляет арендная плата за землю. Что касается расходов, как я уже сказал, расходы составили 1 млрд. 371 млн. рублей, расходы имеют социальную направленность. Что я подразумеваю под социальной направленностью? Здесь у нас приоритет отдается от оплаты труда нашей всей бюджетной сети. Мы сохранили, вернее преследуем, исключительно приоритет от оплаты своевременной оплаты коммунальных платежей, питания и также оплата налогов. Это вот как бы об основных моментах, которые на данном этапе, считаю, необходимо озвучить. Алексей Сергеевич, скажите, по сравнению с 2015 годом планы по бюджету выросли? Ну да, безусловно. Если вы видите, уже сумма доходов у нас первоначальная редакция бюджета. Вернее, не первоначальная, но я имею в виду уже с тремя изменениями. 3 млрд. 213 млн. рублей. Это хорошая сумма? Достаточно хорошая, да. Конечно, не основная, а ровно половину доли составляет это субсидии, субвенции с бюджетом Московской области. Но здесь, опять же, заслуга администрации, потому что есть определенные госпрограммы, в которых мы стремимся участвовать. И вот это как раз и показательно, что большие суммы субсидий поступают из бюджета Московской области. Какие положительные моменты вы могли бы отметить в исполнении бюджета и в исполнении его расходной и доходной части? Ну, что как бы радует это, несмотря на все существующие экономические трудности, у нас НДФЛ идет с ростом, как я уже сказал, 8,4% в прошлом году. Несмотря на то, что тот самый небольшой норматив, который у нас из года в год принимается в закон Московской области о бюджете, он практически не изменяется. Это вот что касается доходных источников. Также немного перераспределились по доходным источникам, это по специальным налоговым режимам. Это вот по упрощенной системе налогового вложения у нас преследуется рост, небольшое у нас уменьшение по ЕНВД, ну, что само подразумевает, это смены действующего законодательства. И, конечно же, рост по патентной системе налогового вложения. Вот вы упомянули о социальной направленности бюджета. Можно поподробнее рассказать о тех социальных программах, которые проводит город, в том числе и участие в совместных госпрограммах с правительством Московской области? Да, безусловно, в госпрограммах мы практически во всех стараемся участвовать. Там, где, как бы, соответствующее мнение спрашивают муниципальное образование. Хотелось бы остановиться на нескольких из них. Так, в этом году у нас в рамках субсидий Московской области запланирован ремонт первой школы, общеобразовательного учреждения. К сожалению, эта субсидия доведена до нас пола летом, но, несмотря на это, как бы на такой поздний срок отдать должный комитет по образованию, он сориентировался и уже практически мы вышли на финишную прямую в части закупки. Потому что необходимо было составить сметы, пройти мосублэкспертизу. И сейчас с уверенностью мы говорим, что деньги эти постараемся, безусловно, использовать надлежащим образом. Также необходимо отметить у нас программу в части культурных учреждений. Это у нас предусмотрена субсидия на ремонт детской музыкальной школы номер один. Тоже значительная сумма, на мой взгляд. Для бюджета прошлых лет, как бы такие суммы не доводились из Московской области. Это 18 миллионов рублей. Мы участвуем в программе касаемо приобретения дорожной техники. Есть также две субсидии из Московской области. Это на коммунальную технику и на технику, которая используется на дорогах. Они просто разделяются, потому что разные главные распорядители ГУДХ и МинжКХ. И, безусловно, главным достоинством настоящего бюджета и нашего города является включение в госпрограмму по строительству школы. На этот год запланирована сумма на проектные изыскательские работы, на какие-то первоначальные мероприятия касаемо подготовки строительства. Сейчас, можно сказать, что прошел конкурс по перам. Поэтому мы постараемся до конца года все, что касается этой субсидии, максимально подойти внимательно и на какой-то этап выйти, чтобы уже в следующем году гораздо проще нам было строить непосредственно сам объект. Алексей Сергеевич, это вы рассказали о совместных программах. Но ведь город, насколько известно, выделяет непосредственно деньги из муниципального бюджета на ремонт школ, дорог, там жилищно-коммунальное хозяйство. Да, правильно вы подметили. Даже, опять же, наверное, вернусь к принятию бюджета в этом году. Целевым образом были предусмотрены по 10 миллионов это на дошкольные учреждения, на капитальный ремонт, 10 миллионов рублей на ремонт общеобразовательных учреждений. И, конечно, основной приоритет был отдан в том числе капитальный ремонт дорог. При принятии бюджета эта сумма была спланирована в объеме 30 миллионов рублей, несмотря на другие средства, необходимые на содержание дорог. Это именно в каких-то капитальных работах. Если более подробно, то каждая сумма включает определенные объекты, определенные задачи. Можно в дальнейшем остановиться на этом. Как обстоят дела с муниципальным долгом? Опять же, из практики прошлых лет у нас сумма значительная. Мы стараемся максимально эффективно заимствовать эти средства. Поэтому, учитывая начало года и неактивное строительство капитальных ремонтов, потому что в зимнее время это нереально, просто эти работы производить. Мы все имеющиеся средства аккумулируем и стараемся направить на погашение заимствами. Тем самым, в течение года сумму муниципального долга уменьшаем. Можно сказать, что у нас на 1-го седьмое он был уменьшен на 70 миллионов рублей порядка. Что позволяет нам в течение года значительно экономить на уплате процентов. Такая ситуация. При формировании бюджета вы упомянули о специальном налоговом режиме. Что это за изменения в законодательстве? Что нужно знать людям? Для кого это произошли? В первую очередь, это касается субъектов малого и среднего предпринимательства. Потому что существует три специальных налоговых режима. Есть еще один сельскохозяйственный налог. Он у нас не касается. В меньшей степени, можно сказать, не касается. Но основное у нас это доля упрощенной системы налоговложения. Един налог на менялый доход. Если ранее по определенным видам деятельности единый налог на менялый доход являлся обязательным применением налогоплательщика, то сейчас он является необязательным. И большей долей субъектов малого и среднего предпринимательства перешли на упрощенную систему налоговложения. Соответственно, в одном моменте эта доля уменьшилась, а в другом по упрощенной системе увеличилась. Для нас, как для муниципального образования, конечно, приоритетнее это единый налог на менялый доход. Почему? Потому что процент зачисляется местный бюджет. Но это как бы смена законодательства направлена на облегчение налогового бремени. Поэтому такая вот ситуация. Это приходится принимать определенным. Принимать, да. Ну, законодательство это предусматривает. И в конце концов единый налог на менялый доход будет отменен в ближайшем. Ну, прекратит свое существование как таковой. Поэтому на упрощенке прибавляется количество налогоплательщиков. Патент у нас растет. Опять же, направлено на субъект малого и среднего предпринимательства. Это такая ситуация. Вот скажи, Алексей Сергеевич, если сравнивать с 2015 годом, произошли ли изменения какие-то, увеличения по отраслям на благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги вот здесь? Какие-то подвижки есть? Ну, безусловно, да. Мы видим, что происходит в городе. И как бы задачи очень глобального характера перед нами стоят. Мы, опять же, вошли в государственную программу, по которой нам выделены средства из бюджета Московской области на капитальный ремонт дорог. И, опять же, на ремонт дворовых территорий. Сумма значительная. Но больше всего, конечно, это интересно, что происходит в натуре, что происходит в целом в городе. Поэтому, как вот, в суммовых выражениях, ну, там сумма, что касается капитального ремонта дорог, у нас уже спланирована сумма 77 миллионов рублей. Из них субсидии из бюджета Московской области 26. Что касается непосредственно благоустройства, у нас тоже серьезные, как бы, в этом году средства. Это порядка 97 миллионов рублей. Там у нас и спортивные детские площадки. Мы, получается, дважды уже проводили аукционы. По детским спортивным площадкам. И, по, что касается мероприятий комплексного благоустройства, это, опять же, и асфальтирование, приобретение новых мусорных контейнеров, что касается законченности. Вот, кстати, вы упомянули о комплексном благоустройстве дворов. Я правильно понимаю, что сейчас у города в приоритете не просто поставить детский городок, но сделать все вместе для удобства проживания жителей? Все правильно. Говорите. Главная задача стоит перед нами, чтобы была завершенность, как бы, этого проекта, который проводим в том или ином дворе. Это существует там, если мне память не изменяет, шесть элементов благоустройства. Поэтому все дворы, которые ремонтируются, в особом порядке рассматриваются на необходимость парковочного пространства, детских площадок, спортивных, освещения. Все вы правильно говорите. Ну и мусорные контейнеры, безусловно, тоже меняются, если там, где это требуется. Это вот и подразумевает комплексное благоустройство. Ну и учитывая то, что, опять же, если по детским площадкам говорим, то здесь особое внимание уделяем к покрытию. Значительная доля, как бы, самой детской площадки составляет в том числе покрытие. Поэтому нельзя так говорить... Безопасное покрытие, да? Да, безопасное покрытие, как бы, и значительные средства, как бы, тратятся именно на покрытие. Хоть это, может быть, и не видно. Видно, конечно же, в первую очередь, это сама площадка детская, либо спортивная. Но дети это ощутят на себе. Дай бог, да. Алексей Сергеевич, вот в городе действует программа социальной поддержки жителей Серпухова. Некоторые ее подпункты, насколько я понимаю, впервые в городе за много-много лет или вообще впервые в Серпухове начали работать. Вот если можно рассказать о субсидиях, вакцинации, интернатуре и компенсации за оплату врачам за съем квартиры. Да, есть у нас государственная программа социальной поддержки жителей города Серпухова и некоторые новые для этого года моменты. И бюджет предусматривает, и данная программа. На чем хотелось бы остановить? Правильно вы сказали, у нас интернатуры, как бы, субсидии, так называемые, врачам, которые решили продолжить обучение, предусмотрено. Ну, основная это причина дефицита врачей. То есть за счет городского бюджета врач проходит интернатуру, а потом обязан отработать определенное время в нашем городе. Да, он в первую очередь повышает свою квалификацию, когда проходит дополнительное обучение и дальше продолжает. Также у нас есть средства на компенсацию части оплаты жилья. Это, опять же, задача стоит на привлечении медицинских работников в систему здравоохранения города Серпухова. В этом же году мы, получается, по обращению наших медицинских учреждений приобретаем инфоматы. Это именно, опять же, доступность, оказание медицинской помощи. Все мы знаем, что в наших лечебных учреждениях есть электронная очередь, в которую через инфомат можно записаться. Ну, такая возникла необходимость. Дефицит главврач обратился в главе, соответственно, задача была поставлена. Вот сейчас, насколько мне известно, проходят там конкурсные процедуры на приобретение. А вот квартиры врачам тоже город выделяет? Ну, это, опять же, из имеющихся жилого фонда приобретает. Мы их не покупаем. Но это служебные квартиры, да? Да, это служебные квартиры, которые инвестор-застройщик передает муниципальному образованию. Соответственно, учитывая та задача, которая стоит в целом в здравоохранении, по решению главы, эта квартира предоставляется. А для лиц пожилого возраста, пенсионеров, существуют какие-либо программы в городе, какого-либо субсидия? Ну, эти субсидии, они, опять же, у нас традиционные. Что касается по оплате коммунальных платежей, то есть, бюджет Московской области, сумма поступает в наш бюджет. Могу сказать, что на 2016 год она спланирована в сумме 31 миллион 845 тысяч рублей. Также у нас есть традиционные субсидии на питание беременным женщинам и детей в возрасте до 3 миллионов лет. До 3 миллионов. До 3 лет. До 3 лет, прошу прощения, да. Сумма составляет 20 миллионов 595 тысяч рублей. Эти традиционные субсидии, которые мы, опять же, предоставляем нашим жителям, нашим бюджетом. Как обстоят дела с квартирой для детей-сирот? Да, есть у нас и такая программа. Действительно, она у нас из года в год непростая. Причина тому, что та сумма квадратного метра, за которую мы обязаны приобрести жилье и предоставить детям, она незначительна. Почему незначительна? Ну, показывает та же самая практика, потому что мы, когда объявляем аукционные процедуры, многие аукционные у нас являются несостоявшимися. По причине отсутствия предложения. Отсутствие предложения, да. Но здесь отдать должное нашим застройщикам, они идут с пониманием к этому вопросу. И вот в этом году, можно сказать, в первом квартале все необходимые 8 квартир приобрели у нашего застройщика и предоставили в новых многоквартирных новостройках, как говорится. Скажите, Алексей Сергеевич, уже наверняка большинство жителей Серпухова оценило участок улицы Советской от площади Владимира Храброго до проезда Мишина. Там появились совершенно новые стальные столбы освещения, поменялись лампы. В чем особенность этого проекта? Я правильно понимаю, что это финансировалось из городского бюджета? Да, это из бюджета финансировалось. Это проводилось в рамках конкурсных процедур. Сразу же как бы останавливаюсь. Конечно, не без проблем, как у нас проходят многие конкурсы аукционные. Я просто даже коротко остановлюсь на этом моменте. Мы, когда покупали плафоны, это всем известно, ну, не всем известно, это как бы стоит задача, опять же, в целях экономии, средства энергоэффективные. Плафоны – это светодиодные. И уже на этапе рассмотрения заявок, когда было очень много предложений в части поставки данных светодиодных плафонов, уже пришлось обращаться к специалистам, и многие предлагали плафону там, несоответствующим, несоответствующим техническим требованиям, которые мы заявили. Ну, коротко остановлюсь на этом. Смысл в том, что светодиод, он имеет большую теплоотдачу, соответственно, для него необходим радиатор. И некоторые поставщики предлагали там в 10 раз радиатора этот меньше, чем реально, который мы и спрашивали при этой закупке. В итоге все полетело бы и сломалось очень быстро. Быстро, да. Это пострадало бы качество, и потраченные деньги оказались бы неэффективными. В данном случае вот вовремя сориентировались. Закупка состоялась в желаемых как бы плафонов, опять же, с конкурсным снижением, чтобы никто ничего не подразумевал и не говорил. Ну, да, действительно, серьезный проект, и я думаю, улица преобразится. Да она уже, наверное, преобразилась. Да. Алексей Сергеевич, последний вопрос. В прошлом году город выделял большое количество земельных участков для многодетных семей. Ну, в этом году, я так понимаю, прибавилось в городе многодетных. Многодетных семей прибавляется. Да, многодетных прибавляется. Будет ли город продолжать приобретать для них участки, собственно, есть ли на это средства? Да, вот это, конечно, самый такой дискуссионный вопрос, где средства взять на данное направление. Ну, безусловно, как и в прошлые годы, эти средства изыскивались в бюджете местным. Закупка также через процедуру состоялась, вернее, как в прошлые годы состоится в этом году, средства предусмотрены в сумме 11,5 миллионов рублей. Мы надеемся, что вся та очередь, которая на сегодняшний день существует, вот это вот именно тот земельный массив, который подразумевается приобрести, позволит эту очередь закрыть. Почему как бы проблемно? Вот на самом деле все расходы местного бюджета, они планируются и рассчитываются. Ну, данные направления мы, получается, внутри бюджетных как бы возможностей изыскиваем и самостоятельно через совет депутатов решаем данный вопрос. Но вопрос решается, самое главное. Решается, да, средства предусмотрены, есть подобранный земельный участок, есть потенциальные предложения, поэтому мы выходим на аукционную процедуру и надеемся, что приобретем и что позволит нам закрыть очередь на сегодняшний день. На сегодняшний день. Спасибо большое. И на этом время эфира подошло к концу. Сегодня гостем студии был первый заместитель главы администрации города Серпухова Алексей Сергеевич Воробьев. Спасибо и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова